привет в этом видео мы сравним скорость теслы и айфона вы на канале iphone geek да вы не ослышались мы сравним машину за 60 тысяч и телефон за 60 тысяч я думаю результаты вас шокируют поэтому смотрите внимательно не упустите детали знаю вас мучает вопрос как вообще можно сравнить машину и телефон но я нашел способ оба эти устройства работают за счет вычислений то есть там внутри есть процессор который вычисляет они оба являются компьютерами и мы можем сравнить кто из них быстрее другой вопрос как мы можем сравнить для айфона существует множество бенчмарков antutu geekbench самые популярные но для теслы ничего такого нет они даже не выполняют двух одинаковых задач чтобы можно было сравнить их скорость как-то но в тесле есть браузер он вот здесь вы заходите сюда и здесь есть кнопка веб и вы заходите на любой сайт который только захотите а у меня есть собственный бенчмарк который работает через браузер поэтому я смогу сравнить скорость айфона и скорость теслы то есть скорость бортового компьютера теслы между собой я узнаю кто из них работает быстрее это tesla model y с полностью автономным компьютером давайте посмотрим подробности мы видим что здесь есть встроенный автопилот и она работает на intel atom давайте зайдем на тесле на мой сайт iphone geek.me benchmark так похоже у нас нету соединения с интернетом надо установить соединение с интернетом я подключился к интернету и теперь снова зайду на свой сайт iphone geek.me benchmark отлично это и есть мой бенчмарк обратите внимание на него это очень важно у него есть две задачи которые он проверяет одна левая другая правая и чем быстрее ты выполняешь эту задачу тем лучше соответственно он будет показывать то количество миллисекунд за которые ты выполнил эту задачу чем меньше значение тем лучше если горит кнопка старт значит бенчмарк у меня работает значит на тесле я смогу проверить ее скорость я нажимаю старт и сейчас посмотрим за какое время тесла выполнит мои задачи левую задачу выполнил за 12 миллисекунд а правую за 49 миллисекунд так попробую заново левую за 11 а правую за 51 как видите багрешность не очень большая то есть в принципе этого достаточно для того чтобы понять с какой скоростью работает бортовой компьютер теслы у нас есть результат теслы но прежде чем мы сравним его с айфоном нужно понять причины почему такое сравнение будет некорректным первая причина это режим работы то есть вот этот вот процессор который находится в тесле он работает в огромном диапазоне температур он может работать от минус 60 до плюс 60 его реально проверяли на температуре минус 40 и на температуре плюс 60 то есть он работает практически всегда айфон же работает от нуля то по моему 35 градусов что ли надо посмотреть на сайте какая конкретная температура я сейчас покажу вот какая тут температура есть просто точно не помню вторая причина у тесла два компьютера один работает для экрана он показывает все что происходит в машине а другой работает для автопилота они отдельно друг от друга находятся и не как бы не пересекаются никак нигде и вот этот второй компьютер для автопилота он просто исключительно мощный потому что он обрабатывает изображения с камер в реальном времени и пытается их распознать пытается понять если там машины если там люди если там какие-то другие дорожные препятствия, у Теслы есть второй компьютер, который в сто раз мощнее, чем вот этот компьютер, который мы сейчас только что проверяли. Но я его не могу проверить скорость вообще никак. Третья причина — это военная точность. В айфоне стоит обычный процессор гражданского назначения, то есть ему не нужна какая-то супер защищенная помехоустойчивость или что-нибудь подобное. В Тесле стоит такой же компьютер, как ставится на самолеты, как ставится на ракеты, такой же компьютер, как ставится в танке. Четвертая причина — это то, что Тесле в принципе не нужны вычисления вот на вот этом компьютере, который используется для развлечений. Самая мощная игра, которая здесь есть — это Mario Kart. В ней вообще нечего считать. Причины не сравнивать очень серьезные, но все равно давайте сравним его с айфоном 6s. Вот у меня есть айфон 6s. Я запускаю свой бенчмарк. Видите, кнопка старт работает, то есть я могу запустить бенчмарк и посмотреть, сколько он все-таки наберет. Нажимаю старт и мы видим то, что айфон 6 в первой задаче сработал хуже, а во второй задаче сработал лучше. Намного лучше. То есть вот этот айфон 6s на самом деле быстрее, чем бортовой компьютер Теслы. Давайте запущу еще раз. Левую задачу айфон 6s выполняет медленнее, чем Тесла, а правую задачу — быстрее, чем Тесла. Хм, это очень интересный результат. Надо посмотреть что-нибудь еще. У нас есть айфон X, то есть вот смотрите, этот айфон X. Он набрал 13 в левом, 21 в правом. А Тесла набрала 12 в левом и 49 в правом. Айфон X и Тесла Model Y имеют примерно одинаковые по мощности процессоры. Как такое вообще возможно? В машине за 60 тысяч стоит такой же процессор, как в айфоне за 60 тысяч. Просто нереально. Если вам интересно, вы можете зайти по ссылке в описании и сделать бенчмарк вашего собственного смартфона и посмотреть, насколько он мощнее или слабже, чем процессор Теслы. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. А с вами был айфон гик. До встречи в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok